В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня заместитель начальника Межрайона и ФНС России номер 3 Паризанской области Михаил Минко. Здравствуйте, Михаил Леонидович! Мы сегодня обсуждаем с вами актуальные вопросы налогоблажения имущества физлиц. Какие изменения произошли в направлении налогового уведомления налогоплательщикам и когда рязанцы его должны получить? Прежде всего необходимо отметить, что уплата имущественных налогов физическими лицами осуществляется в соответствии с тем уведомлением, которое направило этим физическим лицам Федеральная налоговая служба. К этому уведомлению прикрепляются платежные документы и до текущего года такие уведомления всегда направлялись исключительно по почте на бумажном носителе. Начиная с текущего года в законодательство были внесены изменения, в результате чего теперь граждане, которые являются пользователями личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, в том случае, если они изменили первичный пароль, то есть являются активными пользователями этого личного кабинета, получат такие уведомления, как и любые другие документы из налоговой службы исключительно в электронном виде. То есть на бумажном носителе они дублироваться больше не будут. Однако, если налогоплательщик изъявит желание получать все-таки корреспонденцию от налоговых органов на бумаге, в этом случае он может подать соответствующее заявление в личном кабинете и подписать его своей электронной подписью. Для того, чтобы получить эту электронную подпись, не нужно идти в какой-то специальный удостоверяющий центр. Достаточно, опять же, в личном кабинете налогоплательщикам зайти в свой профиль и получить сертификат этой электронной подписи. После того, как уведомление будет получено, получено оно в этом году налогоплательщикам будет до 1 ноября, до 18 октября налоговые органы будут направлять такие уведомления налогоплательщикам, необходимо будет осуществить оплату. Осуществить ее можно, как обычно, различными способами. Тем, кому удобно это сделать, не выходя из дома, могут оплатить через сайт Федеральной налоговой службы, через личный кабинет, через сервис «Заплати налоги». Если нет интернета под рукой, можно воспользоваться индексом документа, который располагается на платежном извещении, и при помощи банкомата Сбербанка России совершить оплату. Кроме того, можно просто с этими платежными документами обратиться в любой банк, который осуществляет операции с физическими лицами. То есть процесс уплаты налога максимально прост. Это мы поняли. А вы расскажите нам еще, пожалуйста, каков срок уплаты налога на имущество в этом году? Пользователи личного кабинета налогоплательщика пока что не видят начисления в своем личном кабинете. Все это произойдет после 15 октября. До этого момента начислений пока что не будет. В этом году срок уплаты перенесен на конец года. Это 1 декабря. То есть все налоги, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, необходимо оплатить не позднее 1 декабря текущего года. В 2016 году будут определены новые формы уплаты имущественных налогов в связи с кадастровой стоимостью. Расскажите, пожалуйста, еще раз, что это такое и как будет производиться этот расчет? Рязанская область вошла в один из 27 регионов Российской Федерации, в которых в текущем году расчет налога осуществляется от кадастровой стоимости. До этого момента налог рассчитывался всегда от инвентаризационной стоимости имущества. Значит, в чем основные изменения? Во-первых, ставка налога от кадастровой стоимости для большинства объектов недвижимости на территории города Рязани установлена в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на жителей нашего города, прежде всего, применяются налоговые вычеты к любому объекту собственности жилому для всех видов налогоплательщиков. То есть, для комнаты это 10 квадратных метров вычет, для квартиры это 20 квадратных метров, и для жилого дома это 50 квадратных метров. Кроме того, для того, чтобы переход на кадастровую стоимость, опять же, свел к минимуму налоговую нагрузку на граждан, применяются так называемые понижающие коэффициенты. Они будут применяться в течение 5 лет, то есть постепенно будет сумма налога увеличиваться от старой инвентаризационной до расчета кадастровой стоимости. Как в этом году рассчитывается налог? Рассчитывается сумма налога, исходя из кадастровой стоимости, вычитается сумма налога от инвентаризационной стоимости, которая была рассчитана за 2014 год. Эта разница умножается на коэффициент, и вот эта сумма уже прибавляется к сумме старого налога за 2014 год. В этом году этот коэффициент составит 0,2%, в следующем году 0,4%, в 2018 году это 0,6%, в 2019 году 0,8%, и к 2020 году мы окончательно выйдем полностью на расчет налога от кадастровой стоимости имущества. Сохранятся ли льготы для тех, кто пользовался ими ранее? Да, все льготы сохранятся, но теперь для льготированного имущества определены некоторые новые правила. Во-первых, имущество, которое используется в предпринимательской деятельности, не может подлежать льготированию. Во-вторых, теперь ограничено количество объектов, на которые распространяются льготы. То есть, если ранее налогоплательщик полностью освобождался от налога на имущество, то теперь он может быть освобожден только от одного объекта каждого вида. То есть, например, если у человека в собственности находятся две квартиры, он имеет право на льготу, он может льготировать только одну квартиру. То есть, к видам этой собственности относятся квартиры или комнаты, жилые дома, хозяйственные постройки официально зарегистрированные, а также гаражи или машины-места. Так вот, если у человека, у налогоплательщика, таких несколько объектов собственности, на какой из этих объектов он сможет получить льготу? На любой по выбору налогоплательщика. То есть, он может либо подать заявление в бумажной форме в налоговый орган, если он является пользователем личного кабинета, он может подать заявление в электронном виде, где там есть соответствующий режим, с помощью которого можно это сделать. В том случае, если налогоплательщик имеет право на льготу, но ранее уже заявлял ее, но не выбрал объект, то в этом случае автоматически выбирается объект с максимальной кадастровой стоимостью. Произошли ли какие-либо изменения, может быть, у налогоблажения земельных участков либо транспортных средств? В отношении земельных участков произошли действительные изменения. Увеличилась ставка по земельному налогу. Большинство объектов земельных на территории города Рязани теперь облагается по ставке 0,3%. То, что касается транспортных средств, в принципе, в этом году никаких серьезных изменений не было. Изменения были только по грузовым автомобилям, мощность двигателя которых превышает 250 лошадиных сил. Теперь ставка по таким транспортным средствам составляет 85 рублей. В прошлом году она составляла 77. То есть, если транспортное средство более 150 лошадиных сил, то льгот на такое транспортное средство не предоставляется. Спасибо вам большое за беседу, за разъяснение ситуации телезрителям. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель начальника межрайона ФНС номер 3 России Паризанской области Михаил Минко. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова